Здравствуйте! В эфире программа «Время жить». Это время узнать самые последние новости, касающиеся нашего здоровья. Сегодня в программе. Грудничковое плавание – когда начинать? Ипотерапия – что это такое? Аниме – как бороться, чем лечить? Общеизвестно, что раннее обучение плаванию не только укрепляет здоровье и иммунитет малыша, но и стимулирует развитие его моторики. Однако совсем недавно зарубежные ученые заявили о том, что подобные водные процедуры положительно воздействуют и на увеличение памяти, и даже интеллекта ребенка. Насколько они правы, выясним сегодня. Плавание для грудничков, пожалуй, единственный вид спорта, положительное влияние которого практически ни у кого не вызывает сомнений. Однако, как говорят врачи, нужно отличать лечебное плавание от купания детей. Если в период с трех недель до трех месяцев мы не успели обучить ребенка первым элементом плавания, там это идет все поэтапно, то тогда это переходит в раздел купания. То есть ребенок уже, он по-разному реагирует, дети на воду, некоторые положительно, некоторые отрицательно. Те, кто начинали у нас купаться, именно вот в тот ранний период, как правило, не было отрицательных эмоций. У более взрослых детей уже появляется определенный страх. Но, опять же, купание с родителем в бассейне, это ведет к тому, что многие полезные свойства лечебного плавания, про которые я говорил, и обычного купания, они сохраняются. Такие дети, как правило, не болеют. Это самый главный факт. Врачи считают, раннее обучение плаванию – залог здоровья ребенка. При развитом умении задерживать дыхание лучше развиваются легкие. Наученный с младенчества плавать, малыш не будет бояться открытых водоемов, а вы не будете опасаться за его безопасность. Но развивает ли плавание память и интеллектуальные способности? Бенджамин Спок, который был популярен у нас в 80-х годах, говорил, что у детей обязательно должен быть период ползания. Так вот, плавание собачье в бассейне, оно компенсирует этот период ползания. И чем период ползания у ребенка дольше, тем в дальнейшем можно говорить о более высоких интеллектуальных способностях его. Ну и также отмечено то, что у ребенка отмечается, у детей, занимающихся и купанием, и плаванием, отмечается увеличение быстрой памяти и когнитирно-магнистических функций, то есть функции запоминания и так далее, и так далее. Прежде чем приступать к такому интересному, но в то же время ответственному делу, как грудничковое плавание, обязательно стоит посоветоваться с врачом. Самым оптимальным вариантом будет, конечно же, первые несколько занятий проводить с инструктором, который расскажет все тонкости и подскажет на практике, как и что будет лучше именно для вашего новорожденного малыша. В последнее десятилетие ипотерапия стала достаточно популярной в России. По сути, это лечебная верховая езда. С 91-го года у нас в стране ипотерапия использовалась в основном как психотерапевтический метод. Сегодня ее применяют при очень многих заболеваниях и состояниях. Сам термин «ипотерапия» возник сравнительно недавно. Он происходит от греческого «хипос» – «лошадь», что означает «лечение при помощи лошади». Толчком к распространению лечебной верховой езды в странах Северной Европы, а потом и в других странах мира, послужила история датчанки Лис Хартл. Лис была спортсменкой. Она занималась конным спортом, пока однажды не заболела полиэмилитом. Болезнь приковала ее к инвалидной коляске. Спортсменка уже не надеялась когда-нибудь начать ходить. Но через несколько месяцев занятий верховой ездой Лис выздоровела и снова стала заниматься конным спортом. И в результате на соревнованиях по выездке во время Олимпийских игр в Хельсинки она завоевала серебряную медаль. Эпотерапия показана при очень многих заболеваниях и состояниях. Наиболее эффективный метод работает после травматических синдромов. Неплохо срекомендовался метод, например, при заболеваниях после инсультных больных, когда необходимо восстановить движение, утраченное движение вследствие паразита. Когда взрослый или ребенок находится на лошади, качается и пытается удержаться, тренер предлагает делать упражнения, которые намеренно выводят человека из равновесия. Всадник пытается восстановить это утраченное равновесие, а лошадь ему подыгрывает в этом. Когда это отношение налаживается, в условиях вот этой неустойчивой опоры мозг формирует новую программу мышечного сокращения. И мозг находит пути утраченные, потому что всегда есть некоторые 15-20% проводящих путей периферической нервной системы, не затронутые повреждениями. И для того, чтобы задействовать, вы этот резерв поднять, вывести его на уровень действия, вот этот метод, он позволяет это сделать. Кроме этого, считается, что общение с лошадью и верховая езда позволяют снять стресс, прогнать внедущие мысли. Может, поэтому ипотерапию рекомендуют детям с особенностями в развитии. Макар и Захар – близнецы. У мальчиков ДЦП. Мама Ирина возит ребят на занятия ипотерапией каждые выходные вот уже в течение двух лет. Ну, я уже не один раз говорила, что ипотерапия, естественно, дает очень большой плюс, особенно с нашим диагнозом, с диагнозом ДЦП. Но результаты заметны, скажем так, ну, не такие большие, как нам хотелось бы. Но, естественно, потихонечку по крупичке все собирается. Но кроме того, что мы занимаемся с лошадьми, мы еще делаем гимнастику и массаж, и плаваем в бассейне. И все вместе по чуть-чуть, я надеюсь, дадут нам неплохой результат, который нам бы хотелось. А хотелось нам бы только одного, что мы пошли своими ножками. Братьям занятия нравятся. Они каждый раз ждут с нетерпением встречи со своим белогривым другом факелом. После занятий у них всегда улыбка на лице. Мы спросили близнецов, как они покатались в этот раз. У Пунхана Алискерова тоже ДЦП. Папа мальчика рассказывает, что после нескольких занятий ипотерапии у его сына появилось желание ходить. После лошадки этот начал у него, он просит, например, с комнат на комнату, или, например, мы идем до машины. Он сам просит, чтобы помогли, и шагает. И он как будто время знает, например, среда, пятница, в воскресенье едем, каждый неделю. Он сам просит, как будто время знает. Ипотерапия на это и рассчитана. При общении с лошадью у ребенка нет ощущения, что его лечат. Он заряжается положительной энергией от животного и сам идет на контакт, который и необходим для выздоровления. Мой мозг управляет всеми процессами движения в условиях гравитации, в условиях поддержания равновесия. И все наши действия, они равновешены. И правая и левая сторона действуют одинаково равновесно. Вот у детей, у которых нет ДЦП, это равновесие нарушено. Доказано, что программировать движение или перепрограммировать его на равновесное движение можно только в условиях, когда тело находится на неустойчивом опоре, когда оно вынуждено принимать какие-то меры от падения. И вот этот эффект мы используем для этой терапии. Верховую езду нередко рекомендуют и здоровым взрослым, и детям. В первую очередь тем, кто много времени проводит за компьютером. И много занимается умственным трудом. Инструкторы по лечебной верховой езде говорят, что ипотерапия дает нагрузку на все мышцы тела. Но, пожалуй, самое главное в верховой езде – самообщение с лошадью. Ведь она не просто тренажер. Она живая. Она бережет всадника, согревает его своим теплом. Глядя в ее добрые глаза, человек становится совсем другим. И жизнь по-другому воспринимается. Буквально на днях в Рязани состоялась вторая всероссийская научно-практическая конференция. Она была посвящена диагностике и лечению анемии в 21 веке. Дело в том, что анемия – одно из самых распространенных заболеваний. Оно встречается у населения с частотой от 4 до 12%. Ему посвящен гигантский раздел терапии и педиатрии. Какие новые методы борьбы с этим недугом появились в арсенале врачей – расскажем дальше. Конференция совпала сразу с двумя знаменательными датами в жизни Рязани. 20 лет назад именно у нас, в городе, был организован первый научно-исследовательский институт, который стал специально заниматься вопросами анемии. А его организатору, выдающемуся врачу и ученому Анатолию Дмитриевичу Павлову, в этом году исполнилось 85 лет. Конференция началась с чествования юбиляров. Были также отмечены и награждены лучшие медицинские работники этого года. После поздравлений участники приступили к обсуждению главных вопросов. Первый и основной вопрос большой – это физиология, патология, дефицита железа. Это наиболее частое расстройство, возникающее у человека с момента зачатия до смерти. Есть масса проблем возрастных, других причин, которые будут сегодня обсуждаться. В Рязани в течение 20 лет проводились фундаментальные исследования эритрона. Так называется весь комплекс, обеспечивающий нормальное обеспечение тканевым дыханием человека. И именно здесь проводились основные работы в области эритропоэтин, гормона, который контролирует эритропоэст, то есть я имею в виду продукцию, жизнь, творчество эритроциты. Препарат эритропоэтин стал широко использоваться в лечебной практике последние 15-18 лет. До этого в тяжелых случаях анемии приходилось прибегать к переливанию крови, методу, который врачи всегда стараются избежать, ведь он чреват осложнениями. Нам удалось эту методику лечения анемии с помощью эритропоэтина, предложенного нами этого препарата, использовать и для лечения анемии недоношенных детей, что внедрили в областную детскую больницу в отделение, а сейчас и в перинатальном центре этим препаратом лечат. То же самое этот препарат можно использовать при тяжелейших формах анемии, длительных, например, при некоторых онкологических заболеваниях. Далее этот метод можно использовать при выполнении тяжелых хирургических операций, которые проходят с большой кровопотерей. Новая методика очень перспективна, она уже сейчас активно используется, как в российских клиниках, так и в зарубежных. В Рязанском филиале Федерального центра детской гематологии планируют вести дальнейшие разработки этого метода, для того, чтобы использовать его более широко на практике в лечении анемии. Эритропоэтин – это гормон, который в норме у нас производят почки. То есть это не совершенно какое-то новое фармакологическое, химическое соединение. Это как бы наш родной гормональный препарат. В некоторых случаях, например, в случае нефрогенной анемии, когда больные почки, этот гормон почками синтезируется недостаточно. У больных развивается анемия. Вот в этом случае им как раз показано лечение введением этого препарата эритропоэтина. Последнее десятилетие произошел ряд открытий в области гематологии. Появилась новая группа препаратов, о которой врачи еще недавно могли только мечтать. Несмотря на то, что некоторые из них носят экспериментальный характер, тем не менее они сулят прорыв в лечении многих видов анемий. Анемию, обычную железодефицитную, наиболее распространенную среди женщин, детей раннего возраста, можно вылечить всего за два визита к врачу. Даже за один визит к врачу. То есть пациент получает одну инъекцию препарата, и фактически в течение месяца можно достигнуть целевого уровня гемоглобина. То есть пациент через месяц будет нормальный уровень гемоглобина. Раньше это, наверное, посчитали бы за чудо. Но сегодня это возможно вполне. Помимо инновационных методов в борьбе с анемией не теряют своей актуальности прежние наработанные лечебные комплексы, которые уже давно доказали свою эффективность. Так в Рязанском филиале Федерального центра детской гематологии сегодня помимо различных препаратов и инъекций используются витаминные коктейли, массажи, лечебная физкультура и многое-многое другое. Что касается профилактики анемии, то ей является здоровый образ жизни и правильное питание. Однако, если диагноз анемии уже поставлен, врачи напоминают – просто питанием вылечить заболевание нельзя. Здесь требуется серьезное лечение. Нередко, когда гемоглобин нормализуется, все еще нужен прием препаратов. Ведь анемия коварна. Если этого не делать, она может и вернуться. Говорят, здоровье – это когда не помнишь, когда в последний раз видел докторов. А когда они тебя видят, то удивляются твоему цветущему виду. Я желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и неугасаемого интереса к жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова